МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. По сучасных стандартах два отделения открыли после реконструкции в Добрусской районной больнице. Новый будинок, лодки и тренажеры. У Петрикове заявилась обновленная вяслярная база. 90-х годов с момента заснования у Гомеля значили день поветро на десантных войсках. А сейчас об этом и иншим больше подробно. У Добрысской этой тысень начался с вельми приемной и долгочеканной подеей. После капитального ремонта в Центральной районной больнице сегодня открылись акушерско-гинекологичные и стерилизационные отделения. До взгляда обновленных кабинетов и палат долучилась наша здымочная группа. Будинок, у яким знаходилось родильное отделение Добрысской ЦРБ, был узведен и амаль 140 года у тому. Его реконструкцию начали в 2006 году, однако празд 4 года будовлю заморозили. У студене этого года подчас визиту старшиня был в оконкаме Геннадия Соловья у медустанову, коллектив звернулся до губернатора с просьбой допомогти с обновлением отделения. На ремонт и умоцывание материально-технической базы медустановы из областного бюджета выделили больше за 700 тысяч рублей. Работы выконали за три месяца. Сейчас у нас акушерско-гинекологическое отделение на 15 коек. С одной стороны и со второй стороны централизованное стерилизационное отделение, которое тоже необходимо для учреждения. Оно является сердцем нашего учреждения, потому что, ну естественно, что все должно быть стерильным, идеальным. Мы закупили современное медицинское оборудование, такое как фитальный монитор, электрокардиографический комплекс, закупили наркозно-дыхательный аппарат, кольпоскоп. Не каждый район может похвалиться вот таким оборудованием. Выконанный ремонт инженерных сеток и коммуникации, набыто мебли и такое обсталевание, как гинекологичные креслы, дефибриллятор, паровые поветренные стерилизаторы, аквадестиллятор. Усёга-то не только створяет комфортную обстановку для пациентов, а ле и поляпшает умовы працы медицинского персоналу, что в свою очередь усприяет поспеховому лечению. Есть электрокардиограф портативный, он является мобильным, то есть его можно переносить в любую комнату пациенту, то есть пациенту не обязательно приходить сюда, чтобы сделать электрокардиограмму. Данное оборудование на базе андроида, то есть он схож практически с любым телефоном, смартфоном, поэтому никаких сложностей в эксплуатацию не доставляет. Если мы, допустим, на обычной электрокардиограмме пока всё установим, здесь очень быстро подключается, и в реальном времени мы можем посмотреть электрокардиограмму на мониторе, можем её сохранить, можем подключиться к персональному компьютеру, то есть посмотреть уже на мониторе, распечатать уже на формате А4, допустим. В Добрыжском районе проживая амаль 19 тысяч жанчин, у Тымлику коля 7 с половой тысяч жахарки-вёски. Что год на улику по тяжарности насираются коля 300 жанчин. В новом отделении плануют заказывать допомогу первой ступени, лечить пациенток с гинекологичными захворываниями и патологиями тяжарности, а так само принимать экстренные роды. В остальных выпадках жанчины накировываются в областный центр. На открытии объекта Геннадь Соловей отказал на питание медиков, их цикавило комплексное доброупорядкование райцентра и финансовая подтрымка молодых специалистов. Дорогие, за три опошние годы процент замоцывания медицинских кадров в районе вырос. В этом немаловажную роль отыграло предоставление медикам жилья. Губернатор так само отзначил, что облвыконкам протягнет подтрымку Добрыжской районной больницы и умоцывание ее базы. Наступная очередная реконструкция – физиотерапевтичное отделение. Гана Коральчук, Валерия Гапанькота или радиокомпания «Гомельс» Добруша. У Петракове снова открылась авиаслярная база. Старый дом, который находится в аварийном стане, снесли на его место и побудовали новый. Со спортсменами встретились наши корреспонденты. Решение об взносе доме 80-х годов минулого 100-го года было принято после его обследования специалистами Белорусского государственного университета транспорта. Вердикт для дальнейшего выкористания непридатный. С оликом разборения подморку проблемных дахов и перекрытия в таком стане будинок простоял бы максимум 2 года. По этой причине в Гомельском областном объединении профсоюзов, которые являются владельниками авиаслярной базы, приняли решение старый будинок знести, а на его месте открыть новую базу. Для того, чтобы не останавливать учебно-тренировочный процесс, была сделана плавучая база, к которой мы плавучая. То есть летом дети все занимались. Зимой у нас заключен безвозмездный опользованный договор, стадион вновь введен в эксплуатацию. Новый будинок Петриковской авиаслярной базы отповидая усим потребованиям гигиены и безопасности. До его открытия были 10 новых лодок. А про этого Министерство спорта подарило сертификат на 5000 рублей. На этой сроке будут закуплены вязлярные тренажеры. Зараз тут постоянно займаются, каля 60 человек, каля есть подставы мерковать, что после завершения рамонта эта лечба повеличится. Тем более, что тут мощный тренерский состав, который подрихтовал 10 мастеров спорта и двух мастеров спорта международного класса. Иншая справа, что для того, как досягнуть таких выников, треба шмот займаться. Девятигодовый Максим Протасевич наводил сего год, али уже добро ведая, что такое веслование. Когда куляешься, нужно лодку тянуть на берег, потом выливать. Бывают такие моменты, когда ты не можешь удержать лодку в равновесии и куляешься. Но когда куляешься, то страшно. До открытия веслерной базы в Петрикове примерковали большинство гомельской специализованной детячей юнацкой школы Олимпийского резерва по академическим веслованиям. Для некоторых, перемога на этих поборницах станет первой в спортивной карьере. Для некоторых это махчимость реально оценить свои силы и дальнейшие перспективы. На одном из опушных посаджениям Совета по развитию физической культуры и спорт Украины СНД Минайтове слова не было названо белорусским национальным видом спорта. А тому об чемпионском титуле говорил им марать многие. Наверное, где-то в генах у наших сидит то, что мы всегда пользовались водой, как и транспортом. Правильно? Поэтому я говорю, у нас 100% гребли – это национальный вид спорта. А это подтверждается сегодняшними результатами. Вы же посмотрите, сейчас проходит чемпионат Белоруссии в Минске на Заславле. Восемь чемпионов мира по взрослым и юниорским дисциплинах выступают сейчас на чемпионате Белоруссии. Где такое возможно? В каком виде спорта? Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомельс», Петрикова. Згодно с информацией Министерства по сельской господарции и харчевании, по Станина сенья на Гомельщине намолочено больше 560 тысяч тонн сбожа. При этом зерневая и зернебобовая культура убраны омаль на 60% площадь. С ходом работы ознайомились наши корреспонденты. В сравнении с ответственным леташним периодом зараз на Молодзерне на Гомельщине больше на 125 тысяч тонн. После омаль трехгадовой засухи селета на дворе урежте посприяла отриманню доброго ураджаю. Хоть и сами аграры так само недренно подрихтовалися. Наявность в достатковых объемах палева, забеспечение необходимыми химикатами и больше отказным подыход до якости насения. У сельско-осподаршим монетарным предприемствия Слаумол планусь намолотить больше, чем 10 тысяч тонн. Это как минимум 150% у пораунанни с леташним ураджаем. Комбайнеры господарки на палетках увесь светловый день, а Лена таки напруженных рафик не скардится. В 9-10 начинаем, в 8 заканчиваем. Да не сильно устаем, Работать можно. Привыкли уже, нормально. Постанье на сенье зерневые культуры в Гомельском районе убраны на 77% площадь. До конца ты дня эти полевые работы тут повинны быть завершены. У Слаумоле, это покажет крыху меньше, а лежнего тут так само обещают завершить до 8-го жнивня. Тем больше, что с уликом доброго ураджаю у господарцы, аж до початка уборочной, поклопотились об наявности техники у достатковой колькости. По инициативе и предопомозе Райвы Конкама у Слаумоле взяли у аренду некольких комбайнов, что дозволило поскорить ход уборочной. В начале уборочной кампании они помогли взять в аренду четыре комбайна. Это птицефабрики Рассвета три комбайна и гомельской птицефабрики один комбайн. На сегодняшний день они все в строю, все работают. Благодаря им мы убрали большую часть своих площадей. У нас отведено 3290 гектар подзерновые в этом году. Я планирую до 8 августа мы завершим уборочную. На пляцовку каля монумента воинам-интернационалистам у Любинском микрорайоне люди стали приходить аж до початка урочистых падей. Многие целыми семьями. Кто стесся брами? Это святочный день обедновывая поколение. Мы кроме мотоциклов увлекаемся военной историей Родины. Участвуем в реконструкциях. И сегодня юбилейная дата 90 лет ВДВ. И поэтому мы вели колонну мотоциклистов и десантников по городу. И пользуясь случаем поздравляю с праздником всех десантников. За 90-годовую историю десантники приняли шмат выкликов. Безмежная паля битва у Великой Айчинной, безлитесные бои у Маньчуры и свинцовое пекло Афганистана. Память про гэты ападеи и подвиги боевых товарищов назавжды у сердцах. Данину Паваги загинувшим героям отдали хвилины маучання и ускладанием кветок до монумента. По салі рыжного уступления распочалась врачистая частка, подчас якою многие былые десантники были удостоены памятных узнагород и медалёв. Варто отзначить, сегодня переемниками ПДВ у Беларуси лечиться силы специальных операций. У их состав увайшли бригады мобильных сил 38-я у Бресті и 103-я у Витебску, а так само 5-я особная бригада специального призначения «Змареные горки». Обстворение СССР было обвешано в днём 2007 года. За этот час войске прошли шлях от становления до подразделения высококлассного узровня. Молодые ребята, которые прошли воинскую службу в различных подразделениях воздушно-десантных войск, очень отличаются от тех военнослужащих других родов войск. Только лишь потому, что здесь задачи, пусть даже ученицы, но не очень близки к боевым. И поэтому во время выполнения всех боевых задач, во время прыжков выработалось чувство локтя, выработалось чувство гордости. И поэтому сегодня любой десантник, он не просто гордится своей принадлежностью к воздушно-десантным войскам, это его состояние души. Затым фокус мероприемства переключился на пляцовку, дзерыхтовалася масштабная военно-гисторичная реконструкция. Гостям свято пропонували два сценария с боевой гисторией сил специальных операций. Первую битву узнаю военно-гисторичный клуб 53-й мотостралковый полк Народного комиссариата внутренних справ. По легенде, диверсийная группа советских разведчиков, ажитявила подрыв буйного тылового склада гаруча смазочных материалов в годы немецкой оккупации. Прототипом гэтага бою з'является реальная операция гомельских подпольщиков, яку яны здействовали у новобелицы. Тады склад ГЗМ был в некольки дзен, але и подчас реконструкции было шмат агню и пиротехники. Тому глядачы не адрывали вачы от захопляльного ведовища. Другая реконструкция перенесла у Афганистан. Группа маджахедов вырышила захопить полевый лагерь советских войсков, але их планам не наканавана было справдиться. Атмосфера реального бою, заслуга реконструкторов клубного объединения Гонор Мундира. Учитывая тот момент, что достаточно очень прекрасно проявили себя десантники в Афганистане, и эта тематика, она с одной стороны определенной болью для Беларуси, потому что многие там и остались, погибли. Поэтому акцент был именно в этом сделан, потому что, конечно, в мирном времени это одно, но действительно ВДВ проявило себя в такой самый сильный боевой конфликт, в частности, Беларусы. Калидым и порог развеялися. Глядачы смогли не только сфотографоваться с удельниками ведущей и зброей, алей поспробовать соправданную солдатскую кашу. Павел Михно, Павел Антонов, телерадио-компания «Гомель». У «Гомеля» означали день беларуских студентских отрадов. Улику мероприемства, уприсвеченных этой дате, интеллектуальная гульня, разумный вечер. Ем это узбогатить веды молоди про традиции студотрадовского руху и поширить кругогляд. Организатора первичной организации БРСМ Гомельского державного медицинского университета. А кроме будущих медиков, мероприемство собрало гульцов за гады имя Франциска Скарыны. По выниках квиза переможцы отримали призы. Были вопросы тематика беларуских студенческих отрядов, когда созданы, какие профили вообще есть, какие мероприятия проводятся в рамках студенческих отрядов. Ребятам очень понравилось. На расшеселите в нашем регионе ожидания працевать в студенческих отрадах выказали коляча трех тысяч человек. У Беларуси протягивается реализация державного проекта «Здоровые города и поселки» ее накированы на поле общения здоровья насильства и осяродзе проживания, повышение физической активности и профилактику шкодных звичек. Попередние выники проекта и связанные с ним организационные питания оберковывали подчас поседжения круглого стола. Задача – отпрацовать механизм, дякуючи якому удастся поспехово объеднать огольные намагания администрации городов, деловых колов, громадских объединений и насильства. Зараз у нашей области проект ожитивляется в 27 населенных пунктах. Данный проект реализуется в связи с тем, что все-таки при исследованиях установлено, что у 40% населения установлено наличие от 3 до 5 вредных факторов, таких как курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, проблемы по сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточный вес и ряд других вредных факторов. С початку реализации проекта специалисты уже означают позитивные тенденции, натуральный прирост насильства, повеличение народжальности, повышение у здоровья веда, уголене умоцования и захования здоровья. До речи до проекта могут долучиться и другие города и поселки. Летнее зачарование концерт на открытом поветре провели артисты Гомельской областной филармонии. Пляцовкой для его став летний дворок картины и галереи Гаврила Вашенки. Перед слухачами выступили лауреаты международных конкурсов, солистки Вольга Кузьменко и Алена Гастинская. Новый суместный проект двух установ культуры пропоновал гомельчанам провести вольный час в аутольном кутку природы, а чуть живой гук и отримать выдатный настрой. Нам реально нужно творчески реализовываться, какие-то планы остались нереализованы, какие-то хотели бы быть в новом формате уже приспосабливаясь к этой ситуации. Конечно же, возникают некие идеи. Почему бы нет, почему бы не использовать какое-то телевизионное пространство, как это было в добрые советские времена. Были телевизионные концерты замечательные, которые записывались в студии. Ну, я думаю, что вот, может быть, мы даже к этому придем, к интересному такому, да, сотрудничеству. Ну, а сегодня мы вот используем сей пленэр, да, галерея Ивашенко. И, наконец-то, встретимся со своими дорогими слушателями на природе, на воздухе и попоем. Программу вечера склали творы популярной классики и эстрады. Зачарование романса и оперных ары представила Вольга Кузьменко. Яркие эмоции в мелодиях американских мюзиков и латинского джаза передала Олена Гастинская. Шаровная легкая музыка окунула гостей атмосферу лирыки и романтики. Теплая летняя надвор ожидается в Беларуси на этом тыдне. В ближайшие сутки в нашем регионе будет до 16 градусов в ночи и до 28 в день. Усерадовича твер вернется с пякота. Слубки и термометры пересекут от знака плюс 30. Ночи так само будут теплыми до плюс 20. Ледь свеже, или комфортно и солнечно будет в наступные дни. Опадков не прогнозуется на протягу усяго тыдня. Это и иншая новинная информация о проектах телерадиокомпании Гомель. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуске завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Нарушал вместе с друзьями, распивая спиртное на улице, но попал под уголовную статью 1. Гомельчанина с марихуаной задержал милицейский патруль Новобелецкого РОВД. О том, что около дома на улице Международной молодежь распивает спиртные напитки сообщили жители. Для проверки информации на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе личного обыска у одного из парней нашли небольшой бумажный сверток. Внутри измельченное растительное вещество зеленого цвета. Недалеко от места, где проводили свободное время молодые люди, правоохранители обнаружили приспособление для употребления наркотиков. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаны весом около одного грамма. Следователям дана правовая оценка действиям 18-летнего юноши. Возбуждено уголовное дело. 1 августа сразу два происшествия на воде могли закончиться трагически, если бы не помощь спасателей МЧС и освода. Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах в пойме реки Припять. Когда спасатели прибыли к месту вызова, мужчины находились по шею в воде и самостоятельно выбраться на берег не могли. Выяснилось, что один из них в состоянии алкогольного опьянения пошел в воду и застрял. Второй мужчина, услышав крики о помощи, бросился спасать товарища, но сам оказался точно в таком же положении. Работники МЧС и освода спасли их и доставили на берег. Мужчин осмотрели медики. Госпитализация им не потребовалась. Аналогичный случай, но с детьми, произошел на реке Днепр в Жлобинском районе. 21 час 40 минут на спасательную станцию от местного жителя поступил звонок о том, что в пойме реки Днепр раздаются детские крики о помощи. По данному сигналу немедленно вышел спасательный катер с работниками станции и в темное время суток были обнаружены два подростка 10-12 лет, которые стояли по грудь в воде и самостоятельно не могли выбрать из-за состояния дна той местности, где они находились. Они были извлечены из воды, доставлены на спасательную станцию, оказана первая помощь, обогреты и переданы их родителям. Плодотворным спасателям пришлось поработать и на следующий день. На этот раз ребят из Мозыря и Гомеля также не оставили в беде. Работники МЧС оказали помощь детям, которые случайно оказались в западне. 2 августа в Мозыре при помощи гидравлического инструмента спасатели освобождали ноги мальчика, застрявшие в металлической решетке окна подвала. Играя, ребенок неожиданно для себя оказался в ловушке. Операция прошла успешно, медицинская помощь не понадобилась. И несколькими часами позже спасателям из Гомеля поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении ноги ребенка, застрявшей в велосипеде. Когда спасатели прибыли на место, было установлено, что у мальчика 2015 года рождения правая нога оказалась зажата между вилкой и колесом велосипеда. Мальчик самостоятельно ногу достать не мог. Работниками МЧС при помощи гаечного ключа колесо было снято и нога ребенка освобождена. После осмотра врачом пожарного ареноспасательного отряда областного управления МЧС с предварительным диагнозом УЖИП мальчик был доставлен в учреждение здравоохранения детская областная клиническая больница. В выходные дни сотрудниками госавтоинспекции и всей области было выявлено 25 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии и 80 водителей, которые сели за руль транспортного средства не имея на то права. Также на территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортные происшествия, в которых 3 человека получили травмы и 1 погиб. Смертельное ДТП произошло 2 августа примерно в 10 вечера на автодороге Будокошелева-Уваровича-Калинина. 55-летний водитель, управляя автомобилем такси марки ВАЗ с признаками алкогольного опьянения двигался со стороны города Будокошелева в сторону городского поселка Уваровича. Путь исследования совершил наезд на велосипедиста, который двигался у края проезжей части по путному направлению. В результате наезда велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Велосипед был обозначен световозвращающими элементами сзади и сбоку. По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело 55-летний водитель автомобиля ВАЗ задержан. Прилег отдохнуть и оказался в больнице. Житель Октябрьского района не рассчитал силы, употребляя спиртное. В субботу 1 августа в областную больницу с остановочного пункта общественного транспорта стадиона Гумсельмаш по проспекту космонавтов в Гомеле в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга был доставлен 38-летний житель деревни Любань травму получил при падении Славочки на остановке. Мужчина госпитализирован, проходит курс лечения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь Терегомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В 20-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Мозырская Славия на домашней арене уступила Ислачи. Александр Макась на 17-й минуте вывел гостей вперед, а на 39-й удвоил преимущество. Еще до перерыва Деннис Тетех один мяч отыграл. На старте второй половины игры Владислав Малькевич цифры на табло сравнял. Но ненадолго. Две минуты понадобилось Николаю Янушу, чтобы вновь вернуть лидерство Ислачи. Он же и поставил точку в поединке, оформив дубль на 73-й минуте 4-2 победа Ислачи. В турнирной таблице Славия на 11-м месте лидирует «Солигорский шахтер». Пятый сезон. В Беларуси стартует семейный фестиваль «Папа, мама, я – футбольная семья» организатора Белорусской Федерации футбола при поддержке ЮНИСЕФ. Отборочные этапы начинаются с 8-го августа. Всего их будет 27 в разных населенных пунктах страны. Победители выступят в республиканском финале фестиваля, который пройдет в Минске. В Гомельской области первый отбор пройдет в Речице 15-го августа. Далее на очереди Жлобин 22 августа, Мозырь 5 сентября, Азарич 12 сентября и 19 сентября Гомель. Согласно регламенту фестиваля будут проходить мини-турниры по футболу в шести группах – отцы, матери и дети в четырех возрастных категориях. Каждый участник приносит очки в копилку своей семьи. В составе семейных команд должны быть как минимум три человека – отец, мать и ребенок. Большее количество детей в заявке повышает шанс на победу. Более подробную информацию о фестивале «Папа, мама, я, футбольная семья», а также контакты региональных организаторов можно найти на сайте Белорусской Федерации Футбола abff.by. В Минске на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат Беларуси по легкой атлетике. На пьедестал почета поднимались и представители Гомельской области. В финальном забеге на 100 метров у мужчин победу с личным рекордом одержал Юрий Заболотный. На его счету также золото в эстафете 4 по 100 метров. В составе команды был еще один гомельчанин Денис Близнец. На 100 метровке спортсмен завоевал бронзу. Алина Лучшего также оформила золотой дубль на дистанции 400 метров и в смешанной эстафете 4 по 400. Также у нее бронза на 200 метровке. В Семиборье у женщин победу праздновала Диана Рабкова. Также в активе атлетов из Гомельской области 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Хоккейный клуб «Гомель» одержал две победы над командой «Минск-Рцоп» в серии за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве. В первом поединке гомельчане были сильнее с отсчетом 2-0, во втором 3-0. Третий матч состоится 5 августа в Минске. Серия продолжается до трех побед одной из команд. В финальном противостоянии Минск выигрывает у брестского строителя 2-0. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова